Сегодня у нас в гостях Орлыдаш Халиева. Каждого любителя песни начинается со школьной скорби. И я не исключаю о создании фольклорного казахского коллектива. Поэтому и с ними не страшно было выступать садись. Мы знали, что всегда уверенно сзади аккомпанируют нас. Хорошие впечатления остались, богатые истории, да. С вами можно быть. Да, с вами можно быть, да. Сегодня у нас в гостях царисты Орлыдаш Халиева. Здравствуйте, уважаемые пользователи социальных сетей районной библиотеки. Мы продолжаем наш цикл встреч с нашими земляками, которые, благодаря своему богатому, яркому, стадовому прошлому, обладают бесценными воспоминаниями о становлении и расцвете нашего района. Увестных людям, которые стояли у стоков образования многих отраслей и сверху деятельности нашего края. Многих сведений действительно не найти в никаких книгах. Или они очень скупы. В этом плане очень отделена сфера культуры. Передо мной лежит, уже пожелтевшая от времени, номер районной газеты «Новато» от 22 марта 2007 года. Хочу обратить ваше внимание на одну статью, которая называется «Обедай опять на сцене». 7 марта на праздничной концертной программе ВДК, посвященной международному женскому огню, после творческого перерыва в новом составе на сцену вышел наш, можно сказать, легендарный фольклорный ансамбль «Обедай». Он был организован в 1977 году и за совсем короткий срок завоевал популярность не только у наших зрителей, но и побывал на больших концертных площадках по всему бывшему Советскому Союзу. Сегодня у нас в гостях солиста «Обедая» Орлыгаш Калиева. Орлыгаш Калиевна, Я знаю, что история ансамбля очень богата. Среди его участников люди, которые добились успеха в разных сферах профессиональной деятельности, но их объединяла любовь к песне, любовь к музыке. Расскажите, пожалуйста, как вы попали на сцену, кто были ваши первые наставники, учителя, ну и, конечно же, как складывался, образовался наш легендарный музыкальный коллектив? Ну, я бы хотела прежде всего поприветствовать тех, кто сегодня с нами. Ну, вот, путь каждого любителя песни начинается со школьной скамьи. И я не исключение. Со школьной скамьи я пришла в самодеятельность. Вот. А попала я сюда, в районный дом культуры, в 78-м году. В 77-м, как уже было сказано, по инициативе тогда первого секретаря райкома партии Исма Шакина-Чешайкина, потом заведующий отделом культуры был тогда Руслан Анатольевич Аспанов, вот, и директор Дома культуры в то время работал Кондакиш Аминкович Касымов, закончивший на то время консерваторию и приехавший сюда по направлению. Вот. Идея была их, о создании фольклорного казахского коллектива, потому что на то время у нас в Советском Союзе казахских коллективов не было. Вот. И начали собирать творческих людей. Но ансамбль, что интересно, состоял из участников, которые работали на, тогда можно сказать, на серьёзных работах. Хирург районной больницы, Каржигитов Ольхам Мазарович, Тажин Жангельдор Паныч, Исмогулов наш Айтмукан, он работал в сельском хозяйстве, в отделе сельского хозяйства. Калкай Махабай Ачимязов работал в милиции, тоже работа была беспокойная. Вот из таких вот людей был собран коллектив, основной состав, который играли на Домбрах. Галкдорий Самат Кушевач сегодня, вот он, то есть ветеран. Испомняет и сейчас он. Да, сейчас тоже не остаётся в стороне. Вот такие вот люди в составе костяк этого ансамбля. Ну и начали потихоньку набирать солистов. Прежние солисты были уже работающие, взрослые. А я пришла по приглашению Руслану Ахмедовичу. На то время я работала в Ибраево, в совхозе Ибраево. В школе я сначала работала в библиотеке. В нашей, кстати, я тоже начинала с библиотеки ленинской. Библиотекарем. Это очень интересная работа, кстати. Потом я уже перешла в школу на небольшой срок. Работала секретарем у директора. Вот в своём же коллективе, где училась. А потом приехал Руслан Ахмедович. Вот он приехал, говорит, мы собираем ансамбры солисткой. И буквально вот он приехал в ноябре. В ноябре я увольняюсь и приезжаю сюда. И они мне сразу же нашли работу, сразу же квартиру. Я жила, правда, в родственниках. И я ввелась вот этот ансамбль. Но я хочу сказать, что ансамбль этот, он самородок. Не надо было им ничего говорить. Они слухачи все. С ними не страшно было выступать. Тогда соли пели живьём, кстати. Не как сегодня, пели живьём. И не такая была продвинутая аппаратура тогда. Но, однако, они играли. Они были все слухачи. Поэтому и с ними не страшно было выступать солистом. Мы знали, что всегда уверенно сзади аккомпанируют ансамбль. Я хочу особо остановиться у нас в коллективе Дома культуры. Работали такие люди, вот все знают, на области известные. Лебедев Владимир Степанович. Он работал режиссёром Народного театра. Была бурная деятельность Дома культуры. Вы знаете, у нас тогда был Народный театр «Шторм». Два театра было, когда я приехала, я прям удивилась, что «Шторм» и «Полундра». «Полундра» был, да. Это был подростковый театр, юношеский, и был «Шторм». «Шторм» был народным. Вот Владимир Степанович Ребедев был режиссёром. Был вокальный инструментальный ансамбль. Владимир Николаевич Ромашенко. Может быть, вы знаете? Нет. Владимир Николаевич Ромашенко. Он сам гитарист, вокалист. Такой человек. Вот он работал в Доме культуры. И когда я приехала в Аббидай, 13 ноября 1977 года, пришла, заступила на работу, и первый, кто появился, был Владимир Николаевич Ромашенко. Он пришёл, такой небольшого роста мужчина, обуятельный такой, «Карлагаш, я вас приглашаю, вокальный инструментальный ансамбль». Я говорю, как же так, я же приехала в ансамбль Аббидай. Ничего страшного. Тогда у нас танцы исполнились живьём, и мне пришлось немножко ещё попить на танцах, сонировать в ансамбле. Хорошие такие люди. Мне просто посчастливилось с ними встретиться. Они все были талантливые. Владимир Николаевич Котов. Котов, да. Котов. Ну вот, сколько я уже прожила, у меня 40 лет стажей в культуре, вот таких людей я больше не встречала. Вот. Здесь вот в библиотеке была Фаина Супина-Соколова. У нас не было, что вот эта библиотека, это клуб. Нет. Это было всё вместе. Она была всегда в гуще наших событий. Мы тоже в библиотеке. Вот. Она была. Она всегда меня звала Катенька. Да. Когда я такой светлый человек. Вот. Я считаю, что я просто счастливый человек, что именно вот в 19 лет получилось так, что вот встретились они у меня на пути. Да. Это много значит. Много значит, да, когда вот такие вот наставники есть. Вот. Так вот я пришла в ансамбль. Там уже репертуар. Подбирали они. И пел я всегда на русском языке. Вот. Пришлось перестраиваться. Ансамбль казахский. Вот. Ну и потом началась гастрольная жизнь ансамбля Аббидай. Вот. В 79-м году получилось так, что ансамбль Аббидай пригласили принять участие в концертной гастрольной поездке по Пьернской области. Называли не Черноземья. Вот. Нам сказали, что мы выезжаем на город. Исмин Шакенович, естественно, сказал наподственные слова. Не каждому ансамблю это. По Казахстану, да, такая возможность была поездить. Вот. Потом нас с Петропавловской проводили. Куда едем, зачем едем, мы даже не знали. Потом вот нас проводили, мы приехали в город Киров. Там стоял поезд из семи вагонов. Да, специальный, он союзного значения. По этой железной дороге были перекрыты все пути. Вот. Семь вагонов разукрашены, как положено, штаб комсомольский, все надписи. А гет-поезд Ленинский комсомол назывался в то время. Мы все были комсомолцами. Ленинский комсомол. И вот мы с города Кирова. Состав ансамбля у нас, по-моему, было где-то человек 12. Я хочу упомянуть, что еще у нас в ансамбле была Сауле Бужжигитовна Досымова. Вы знаете, она была солистка. Она вообще закончила ЖНП, она вокалистка. Классика. Профессиональная она. Она работала в Данной культуре методистом. Она была. Из девушек я была. Потом с нами поехала дядя Юра Просковья Андреевна. Пожилой человек, первоцелинец она. Аканбаракская. Она с нами в нашем составе. Она, конечно, выступала, рассказывала про церену и прочее, прочее. Вот она с нами была в составе ансамбля. Потом мы приехали в Пермь. Этот поезд становится на вокзале. Нас встретили там хорошо. Вот. И подавались автобусы каждое утро. Мы быстренько собирались и по селам в Пермской области. Но дороги, я вам скажу, ужасные. Конечно, не Черноземья. Эти 40 километров проехать. Но народ в то время был, мы не ощущали, что мы находимся в России. Очень гостеприимный народ. Я еще запомнила, что там были церкви. В церквях клуб. А такая акустика. Хорошая, да? Да. Вот тогда у нас в клубе еще печек не было, а у них стояла метеночка и совочек. А акустика была прекрасная. Вот мы там ездили, выступали. Вот. Вечером по селам и в райцентре концерт был. Вот. Мы выехали туда 11 октября 78-го года. И оттуда приехали перед, тогда 7 ноября праздник же был. Перед праздником как раз на 8 ноября мы прибыли назад. Уезжали, было тепло, приехали, был мороз. На среде. Да. Поэтому такая большая поездка. И я вот недавно в социальных сетях же часто сижу. В Одноклассниках я наткнулась на группу агитуист Ленинский комсомол. Есть такой, да. Оказывается, мы были в самом первом составе в 79-м году. И после нас еще составы, да, сменялись. И вот мы месяц отработали, но когда туда приехали, работала агитбригада Ростова-на-Дону. Ну, эта агитбригада сильнейшая была. Вот. А с нами у нас состав ансамбль казахский был. И с нами ездили, выступали, лекции читали. Дизайнеры, политологи. И очень хорошо запомнилась Владимир Васильевич... Васильев. Васильев есть Владимир. Васильев, но отчество, я не знаю, забыла уже. Вот. И он рассказывал, первый раз я увидела на сводном концерте, рассказывал, как они снимали фильм «Ерсу-зала». Мы тогда особо не смотрели этот фильм, а вот такой небольшой мужчина в Кожанке, тогда Кожанка была же, крутая, да, и вот парень стоял, рассказывал. Кадры с фильма шли, Ерсу-зала, режиссер, параллельность, они снимали этот, Акира Курасова. Он рассказывал, как они лексировали тигра. Там же тигр был, они хотели его с природы взять, но не получилось, говорит, а они потом пошли лексировали. Мы там познакомились с ним. Потом был обозреватель газеты за рубежом Юрий Кирпичников, Кореец. Вот мы с ними познакомились там, из таких вот знаменитых людей. Вот сейчас вот как-то я заглянула в интернет, смотрю, он уже в возрасте, Васильев, да. Вот такие вот люди встречались на сводных концертах мы там, в Росе выступали, была обширная программа, да, и у нас с руководителем, что вот еще событие было в нашем ансамбле обидать, руководителем поехал с нами Суковых Валентин Федорович. Такой Суковый, он тогда работал директором парка в отдыхе в Петропавловске. Вот его с нами отправили. И что самое интересное, в то время же были розыгрыши в лотерее спринт, ну, естественно, между концертами залетаем в магазин, смотрим же, нам, чтобы в магазин надо побегать, да, и сидит женщина, вот так вот кучка рейд, и вверху это, и вот ребята остановились, говорят, укол, рубль стоил, укол 50 копеек, укол 50 копеек, они слышали, они там разговаривают, ну, мы побежали наверх, женщина обычно по тряпкам же бегает, вот, побежали, а потом слышу, козовцы говорят, говорит, артисты из Казахстана выиграли Волгу. Ничего себе. Мы все побросали вниз, прибежали, вот Валентин Федорович выиграл Волгу, и вот я хорошо запомнила, заглядывала, так вот открывается лотерейка, и написано, газ, 24 Волга, и стоило по тем временам большие деньги, 9 924 рубля. Такие сроки. Да, да, да. Мы все бросили, поехали эту Волгу оформлять. Вот оформили, а потом через год, когда мы на концерт опять обедать, приехал в Петропавловск, он нас пригласил в гости на дачу, познакомил с родителями, вот, говорит, я хочу познакомить вас с моими казахами. Вот, мы побывали у него в гостях, вот такое интересное было событие, да, потом у него Калкай Мархабад спрашивает, ну что, Валентин Федорович, поедем куда-нибудь? Ну, конечно, боже, везучие. С вами можно, да? Да, с вами можно, да. Интересно было все равно. Потом вот от Бедаи в 79-м, вот мы побывали там, потом нас решили подготовить к званию народной. Вот, пригласили Питерцева, композитор Салматы, Аюханова, он балерон, хореограф, и еще третий, вот я, к сожалению, забыла, как его зовут, вокалист. И вот начали набирать танцевальную группу, концамблю. 23 девочки пришли из Сергеевских школ, отобрали только ось. Ну, там, естественно, отбирает параметры свои. И нас освобождали с работы, с сохранением заработной платы, район на это даже пошел. Вот, и 20 дней они готовили нам программу танцевальной хореографии, вокалисты. Прям вот по нотам, как положено наших ребят. Целый месяц вот они готовились, подготовили программу, потом мы ее сдали, эту программу. Был, помню, большой концерт в Доме культуры. Вот. Но, к сожалению, в то время осталось. Мы в Алма-Ате потом побывали после подготовки программы, здесь сдали. Потом, в 80-м году мы летом ездили, выступали в парке в Алма-Ате. Вот. Открытая площадка была, нас встречали, мы давали концерт. И почему-то я думала, что тогда сделают, дадут звание народное. Потому что у нас все-таки богатые, да, все на этом уровне осталось. И никто не стал, вот как сейчас, не успел, да, не успел ансамбль создаться. Потом начинают просить собрать документы, никаких гастрольных особых поездок, сразу же 9 номеров там они просмотрят дадут звание народное. А в то время, хотя вот так вот богатая программа, богатая работа ансамбля, никто не стал из наших руководителей добиваться вот этого звания народного. То, может быть, и звание народное был бы. Потому что после нас еще два состава было. Как мы ушли, два молодых состава было там. Тоже они выступали, молодцы ребята, музыканты все. Вот. И потом в 80-м году уже была олимпиада московская, да. Вот. Была московская олимпиада и мы были удостоены чести. Три солиста нашего ансамбля, Коанда Кышангаревич, Косыма, руководитель, Камиля Алибаева, донбристка наша, Айцкер, Термеша, она, она и я. Мы втроем с весны где-то ездили на репетиции. Два раза принимали программу Алмата полностью в составе ансамбля Арай. Да, тогда в ансамбле там был руководителем известный заслуженный работник Культуры Валерий Иванович Криенов, Мария Три Николаевна, директор Дома Культуры, тогда мы с ним познакомились. Большая, 18 танцев народов Советского Союза были. Тогда я в первый раз никогда не смотрела танцевальные коллективы, что-то интересное. Мы сами выступили и шли. Я когда посмотрела на ансамбль, как они репетируют, как они выкладываются. Большой труд. Большой труд. Вот. И мы между ними, пока они переодеваются, вот концертные номера наши были. Мы трое. А это стремительный и пластичный казахский танец. и пустынки. и пустынки. И пустынки. И пустынки. И пустынки. И пустынки. И мы надеемся, и пустынки. И пустынки. И пустынки. Ну, там был строгий отбор. Всего 58 человек было в Москву принято. Два раза комиссия принимала концертные номера наши. Пели живьем, я опять же повторюсь. Акомпанировал оркестр с музыкального училища. Эти репетиции были начиная с мая месяца, или с апреля даже. Каждую неделю там были. То есть в абсолютно профессиональном уровне? Да, на профессиональном уровне, потому что они действительно профессионалы, а разные концентры. И мы где-то в августе, по-моему, там же партиями работали. Из Казахстана наша группа уехала туда. Мы буквально там неделю, наверное, были. На высшем уровне было. Вот что интересно. Мы приехали, фамилии наши там везде висят. Строго, очень строго в то время было. Москва была полупустая. Мы молодые, мы радостные приехали. Мы же... Ничего нас не касало, что это времена такие холодной войны было. Мы ехали в пустом поезде, потому что все население вывезли в то время. Вот. Штаты не принимали участия в Омпиаде. Да, и город был пустой. Мы действительно, да, в Вартек туда-сюда возили везде. Но мы были, естественно, предупреждены. Да, смотрите, чтобы никаких... Да-да-да, это все-таки был Советский Союз. У нас страна такая была дружная. Ну, что говорить. Вот. Поэтому всяких людей было много, которые хотели, наверное, рассчитать союз наш. Поэтому мы, придерживаясь этого... Мы знали, что у нас всего 58 человек едет. Вот. Мы чисто концертом во дворце Горького выступали. Все было организовано об и до. Вот. Даже радио было установлено за кулисами. Мы уже знали, какая делегация. Чехия, Большая, откуда они. Нам сразу же оттуда диктор говорил, что пришла делегация смотреть. И вот мне интересно, Чехословакия, по-моему, откуда была делегация, два дня ходила на наш концерт. На улице. Видимо, да. Потому что рай ансамбль, во-первых, костюмирование. 18 танцев народов Советского Союза. Очень интересная программа. Слаженная такая была программа. Поэтому, я думаю, из-за этого они на ней приходили. Вот. Хорошие впечатления остались. Богатые истории, да. Потом мы где-то в 81-м, по-моему, году, было мероприятие в России, в Кургане, 250-летие предсоединения Казахстана к России. Наша делегация, вот ансамбль Акбедай, опять же, Богу достоин представлять Казахстан, да. И мы поехали туда, нас встретили шамешками, караванцами, да. Да, мы там побыли несколько дней, вот, гастролировали, выступали, мы там есть фотографии даже, вот. Потом вот от беда я потихоньку встала. Ну, кто куда уехал, ну, мы встречаемся, потому что мы, вот, вот, у многих вот сейчас нету. Калкамар Хабаевич умер, ушел. Потом, вот, Куандыка Шенгалиевич тоже заболел. Участники, старые участники Астана, ансамбля, мы собирались. Один раз, вот, Куандыка Шенгалиевича, жена вдова, она организовывала мероприятия здесь, один раз, и один раз мы были в Бишкуле, потому что там начальник отдела культуры, участница нашего ансамбля, она в танцевальной группе танцевала, Сара Кусаинова, да. Кусаинова, говоря, в то время, Алдаева же, она же работала у нас здесь, она танцевала в ансамбле, да, 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 она танцевала, вот, с человеком творческим, ну, такие девчонки у нас были, вот, и она вот организовала у себя в Бишкуле, собрала первый состав ансамбля, вот, зрители были, вот, выступающие, концертная программа была, мужик в Кирану сидели, фильм они там сделали, вот. Лицфильм, да? Вот какой, да, был какой-то фильм, вот, фотографии вот я не нашла у себя, где-то, видимо, в телефоне оно было, в зале нас фотографировали старый ансамбль, вот, с ансамблем, нынешний уже, да, вот, мы встречались, они в Бишкуле в городе живут, вот, такая вот история ансамбля. Ну, допустим, в городе любое мероприятие сейчас очень ниже в Чаруло попасть, выступить там, хотя коллективам хочется выступать, вот, а тогда без ансамбля Агбедай ни одно совещание не проходило. Тогда было, я помню хорошо, Димитенко были, вот, первые секретари там, вот, мы обязательно, ансамбль Агбедай, в концертной программе принимали участие, да. Потом, я помню, было бы основной Айтыз, вот, ансамбль Агбедай, это со всех областей, эти скиры были, и мы выступали и на улице, и принимали участие в концертной программе. Вот, поэтому уважали этот ансамбль, занимали, вот, ни одно мероприятие в области почти не проходило без ансамбля Агбедай. Вот, ансамбль был быстрый, шустрый, раз собрались и, да, их вперед, потому что они все, ну, работающие были, вот сейчас вроде бы, работающих не завлекешься сюда, вот, а тогда у них серьезная работа была, хирурги, да, служащие там, в Акимате работали, в Медицце работали, ну, люди были талантливые тогда. Вот этот костяк ансамбля был, поэтому, как я все время смеюсь, говорю, наверное, напишу книгу о них. Да, было бы очень интересно, потому что сведений очень мало, практически нет, можно сказать, что нет. И тогда вот сейчас говорят, ой, у меня нет костюма, а у нас, они, главное выступить, одеты, я помню, у нас был один синий костюм у ребят с орнаментами тогда, вот, и у нас было, наверное, может быть, по два платья, или даже одно платье, одну так мы брали где-то, в Доме культуры, вот, мы не зацикливались на этих костюмах, вот, у нас была концертная программа, уж, коль мы исполняли живьем, поэтому мы должны были быть всегда в голосе, репетиции, прочее, прочее. Никогда ни один участник ансамбля не говорил, я не могу, я не приду, хотя они были всесемейные, у них были дети, и вот, когда Гасталей были месяцами, а семьи, вот, жены, надежный тыл оставался, да, они не говорили, вот, где он целый месяц ездит, нет, все нормально было, вот, поэтому я просто говорю, что, наверное, не только сами участники были влюблены, так, песню, наверное, и жены тоже, вот, когда мы уезжали, они собирались, как раз жены, вот, собирались, поддерживали друг друга, хотя бы все, маленькие дети были, вот, поэтому, я всегда, вот, когда вспоминаю, думаю, как же мне все-таки повезло, что я попала в ансамбль, благодарна Славу Махмедовичу, вот, он интересный был человек, он сам не пел, не танцевал, вот, но если он увидит, где-то кого-то поющего, танцующего, он расшибется, он найдет работу, он найдет квартиру, обязательно его сюда, главное, чтобы он пел, он же всегда говорил, в дуле культуры всегда должна звучать музыка, почему тишина, и он говорит, у меня даже техничка должна петь, танцевать, он всегда так говорит, он всегда людей уважал, таких вот, которые поют и танцуют, вот ему нужны они обязательно будут, вот он на своей машине поедет, встретится, вот у нас Гульнар Мангелин, моя коллега, уже много лет, она в этом году пойдет на пенсию, вот, она работала в Каратале, вот я всегда вспоминаю, а библиотека была районная, тогда в этом, отдел культурный, вернее, работал, был в этом, в садике, вот в этом бубеге, располагался, и она, он ей позвонил, говорит, не позвонил, а передал, пусть Гульнар зайдет ко мне как-нибудь, ну, она смеется, говорит, стоя, она же на лошади ездит, с Каратала на лошади, в тулупе, и, говорит, зимой приехала сюда, лошадь завязала, к забору захожу, я же не знала, на чем он ее назовет, и, говорит, зашла к ней, и он говорит, Гульнар Райда, она же поющая, играющая, вот, а она говорит, а куда, в Каратал, завклубом, она тогда работала где-то в сельском хозяйстве, вот, и она говорит, а сколько, он говорит, 1900 зарплата, ну, там 025, маленькие зарплаты, она говорит, ой, мало, да, ну, и все, говорит, оттуда вышла, вышла, говорит, что-то тут, крутилась, он потом подходит к ней, говорит, Гульнар, займи 100 тенге, а она говорит, у меня нету, вот, видишь, у тебя 100 тенге нету, а я тебе предлагаю, 1900, вот, такого-то был дипломат, да, любого мог, она говорит, ну, хорошо, я согласна, вот, и вот, вот, таким образом, он к себе собирал критин, людей, вот, и он каждого ценил, Татьяна Ивановна у нас, Яковлева Андреева работала в Доме культуры, она хозяйственник, она всегда нас поддержила, всегда, творческих работников, она левеяла, прямо, прямо левеяла, да, вот, поэтому мы всегда чувствовали поддержку, что, и еще хочу я вспомнить, прямо, Маргатского, Анатолий Константинович, знаете, да, вот, это оратор, это действительно, вот, начинал, он был заведующий отделом культуры, это, когда в 74-м закончила школу, вот, он у меня принял в библиотеку, правда, неправда, не заставила работать в библиотеке, я всегда его звала крестный отец, вот, крестный отец, может, с его легкой руки еще, вот, это вот все пошло, что я даже вот уходила из школы и все равно вернулась культуры, поэтому вот такая вот красивая история, я считаю так. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно послушать вас, может быть, найдется отклик на ваш рассказ, или мы получим интересные комментарии, может быть, у вас будут какие-то встречи, может быть, вы найдете людей, которые давно не виделись, которые работали вместе с вами, спасибо вам большое за рассказ, до новых встреч, вот вам спасибо всем, спасибо вам.